Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет собиралка. Так, нормально. Не, нормально видно. Сегодня будет собиралка. Наконец-то жаркие деньки. Даже не знаю, радоваться или нет. Вроде как для работы, знаете, это не очень классно. Работать в жару. Так, крем я уже на лицо нанесла. Да, можно, в общем-то, устроить маленькую болталочку. И, вы знаете, я хочу сделать еще маленькую распаковку. Не буду делать отдельное видео. Мне пришла посылка. В дверь позвонили. Но я смотрю, и я не узнаю, где я что заказывала. Вы знаете, давайте я сейчас быстренько распакую, а потом накрашусь. А то я сгораю от любопытства. Где-то я что-то заказала. Вот бывает же. Наверняка ночью заказывала. Обычно у меня самые страстные желания что-нибудь приобрести. Когда уже усталость есть и носки плохо соображают. Надо идти спать, потому что я сижу. Так. Тау-ду-ду-ду-ду. Это ароматы Эйвен пришли. Я не вытерпела. И заказала. Я-то заказала еще парочку ароматов. Так. Потому что кто-то хвалил. Ой, тут помадка такая классная. Значит, давайте ее и накрасимся. Мовмэдс. Матовая помада какая-то. И ароматовая. Люблю пробники Эйвен. Их тут немного. Несколько раз накрасить. Губы и сойдет. Короче, девочки, увидела я, что есть из ТТА линейки Эва Ластин какой-то. Какие-то неоднозначные отзывы. И мне очень захотелось ему попробовать. Love You Connection я купила на фоне того, что мне понравился оригинальный Love You. И я захотела Connection. А еще, а этот я, он, если не ошибаюсь, есть у Наташи. И она постоянно поет ему в некотором роде отды. Журнал они мне положили. Так. Ну, это я журнал без вас посмотрю, потому что на Ютьюбе что-то показывать. Вот есть, интересно, какие-нибудь новые ароматы есть? Или это единственные новые? Вот я как-нибудь должна вам просто показать наши цены. Сколько у нас стоят ароматы? Почему иногда Эйвен, мне кажется, ну с чего бы это? Девочки, так хочется попробовать. Нет, сначала накрашу, мне нет времени на это. Потому что мне захочется потом полезть. Полезть, смотреть пирамиду. А мне все, мне нужно краситься и выходить. И бежать я сильно не хочу. Поэтому вот. Ну, с Эйвен всегда так. Вот я держусь, не покупаю что-то. Обычно я не покупаю новинки, потому что либо их нет у нас. То есть они уже появились везде у всех. А у меня нету. Ну, то есть там, где я покупаю, нет их. Или цены такие, они появляются и стоят как люкс. Я говорю себе, нет, это Эйвен. Я не буду покупать его за, я не знаю, чуть ли не под 50 евро. Не будет такого. И получается, что некоторые ароматы... Ну, я еще послушаю разные отзывы, когда, если есть какие-то негативные, когда люди мне нравятся, я говорю, вот-вот. Это я себе говорю. Возможно, мне бы этот аромат не понравился. Зачем мне покупать деньги тогда такие, красиво. Ну, короче, так я себя обычно уговариваю, что мне ничего не надо. Но если бы цена была всегда бюджетная, да, и на Натину бы они были, например, прекрасно представлены, я бы, наверное, новинки всегда покупала. Потому что Эйвен ароматы, даже какие-то проходные, они мне все равно нравятся. Вот таких, чтобы меня прям раздражали, у Эйвен нету. Нету. Даже тот, который пахнет жареной картошкой, он полежал несколько лет и начал пахнуть нормально. Фруктово-цветочно-пудрово. Он, конечно, это эскадесенс, инкадесенс флейм. Моему носу реально пахнет, как жареная картошка. Первый. Интересно, да? Вот мозг слышит вот что-то свое, он что-то унюхал, и за это цепляется. Это, конечно, иногда очень расстраивает. Так, ну, теперь переключимся немножечко, а то я буду долго думать об этих ароматах. Какой-нибудь другой день открою. Не знаю, открою с вами или нет, потому что... Хотя линейку... Ну, вот смотрите. Был аромат Wonder, да? Я до сих пор еще пленку не сняла, но я его уже даже пользовалась активно. Вот. Первые впечатления свои, когда вспоминаю, они были очень такие... Ой, какой приятный аромат! Но он... Дело в том, что когда я его только попробовала, он не набрал еще своей силы. Начала носить, я сделала слишком много пшиков. Боже мой! Ну, в отчете оно все равно, скорее всего, вы уже отчет видели же. Я подумала, зачем я сделала столько пшиков раз. Во-вторых, ну, чуть не задохнулась, а у меня уже времени менять одежду на работу шла не было. Ну, короче, первое впечатление, сами понимаете, это не последнее мнение на аромат. И даже... Ну, первое и есть первое. Это потом... Он пока постоит, и пока ты поймешь, что это за аромат, пока он раскроется в определенную погоду. Ну, любому аромату, мне кажется, ну, чтобы его хорошенечко понять, все-таки нужно около года. Потому что можно забраковать аромат полностью, а он может потом собраться и в какую-то погоду раскрыться просто шикарно. Шикарно. И поэтому я, ну, не так быстро отдаю ароматы. Вот если вот совсем, я понимаю, совсем не мое, не смогу носить. Так у меня было с ароматом... Так, 7 минут, все нормально. Когда я болтаю, я очень медлительная во всем остальном. С ароматом... Так, от Бербери, который назывался, по-моему, My Burberry, он так и назывался. Тот, который кругленький, тот, который Султан, тоже на него. У меня подружка его обожает. Он цветочный, приятный. Но и на ней он шикарно смотрится. А почему-то на мне мой нос его не мог выносить. Просто не выносил его и все. Я ничего себе поделать не могла. А подружке отдала, она была в восторге. И на ней вот все, что в этом направлении, шикарно смотрится. Похоже на этот Бербери. У меня был Султан от Жан-Артес. Он у меня есть до сих... То есть я отдала, потому что они очень похожи были. Но я его купила потом, потому что я хочу все-таки аромат иметь. От Бербери, наверное, не хочу, потому что он, конечно, подороже. Ну, 7,50 за Жан-Артес отдать и за Бербери, там, за 30. Но все равно Бербери, я считаю, очень бюджетно. При том, что это тоже бюджетно. Ну, как бы люкс считается Бербери. У нас сумки от Бербери, одежда от Бербери не дешево стоит. Это не какие-нибудь там Pinky Hunt M. Так, все, я вроде как припудрилась везде, но потом я еще вблизи посмотрю. Так, пудра уже начинает потихонечку разваливаться, потому что ее тут мало. Так, ну, крышка уже отпала. Нет, пока... Так, теперь... Теперь-теперь возьму вот этот вот от Rival Loves Me, Tropical Bronzer. Красивая коробочка, очень люблю. Особенно утром меня почему-то, когда я крашусь, если без камеры, когда я крашусь, меня так расслабляет вот эта церемониальность, когда ты открываешь крышечку, когда ты убираешь вот эту щёточку, туда макаешь. Я не знаю. Иногда это нравится мне. Очень расслабляет, какое-то спокойствие придает. Будем пахнет шоколадно-кокосово, что ли, не замечала в прошлые разы, что пользовалась. Так, ну, он достаточно такой неплотно спрессованный. Хотя, вот сколько я сейчас им уже пользуюсь. Потом когда-нибудь буду снимать отчёт по косметичкам. Они, конечно, у меня сейчас все эти отчёты совершенно нерегулярно уходят. Можно сказать, скорее не выходят, чем уходят. Но всё равно я вам потом покажу плесиво. Ну, сейчас, наверное, ближе к июлю. Третья неделя, может быть, июля я уже сменю продукты в косметичке. Посмотрю. Ну, мне нравится сейчас, знаете, без всякого стресса, в чём угодно, мне нравится. Потому что вот этот год у меня ощущается, мне ощущается где-то, я не знаю, наверное, с весны, с начала весны, ощущается у меня очень таким плотным и стрессовым. Я после всех этих пандемий, сколько у нас пандемий было, девочки? 20-й, 21-й, 22-й год. С 23-го я вздохнула спокойно. И, наконец-то, и, соответственно, ушло прям первое напряжение. Жизнь начала набирать оборот, а я к ней не готова. Я за эти три года настолько... Ну, я не знаю, как это даже выразить, чтобы точно передать. Одичала, что ли. Вначале, я помню, я очень страдала, потому что у меня социальная жизнь просто на нет практически сошла. А сейчас девочки косметику не показывают, потому что одна и та же, одна и та же. Собиралки в собиралку. Или покажу старикам. Оттенок-то красивый. Макияж класс какой делать, не знаю. Дела сегодня, стрелки нет. Жарко вроде как. Могут размазаться. Ну и тени могут размазаться. А могут и не размазаться. А сегодня подрумянить посильнее. Хотя, может быть, свой румяниц потом вылезет. Будет вообще непонятно что. Что я хочу? Знаете, у меня появилось настроение, как какой-нибудь другой хайлайтер. А у меня его тут под руке... Под руке. Под руке нет у меня хайлайтера. Так, ладно. Вот будет у меня вся косметика тут лежать. И будет как удобно. Я думаю про одну тумбочку, где у меня очень удобно лежит косметика. Я из нее не буду перетаскивать эту косметику. Потому что она там прямо как надо лежит. Блин, классный румянец. Тут можно просто больше ничего не носить. Может быть, чуть-чуть брови и все. Смотрите, насколько румяны делают макияж. Сейчас вот тут вот еще немножечко. С вот этим смешаю с бронзом. Чтобы не слишком диссонанс был. Так, и надо, наверное... Надя, я пудру возьму. Пудру немножечко их смешаю. А то прям румяну прям... Хотя теперь как будто тут румяношек меньше стал. Нет, пойдет нормально. Так, я совсем не спешу. А мне уже надо через 5 минут выходить. Ну, полтовня она как-то всегда расслабляет. Что я хочу сегодня? Хайлайтер даже я не нанесла. Ну, ладно. Нанесу опять мой любимый на данный момент. Харли Квин. А и я все-таки дальше расходую розовый от The Balm. Вот, вот этот, девочки. Надо бы тут все почистить. Но это потом. Так, и я хочу... Нет, я тогда Харли Квин, потому что желтый я пока не хочу. Возьму. Устрою себе влажный блеск на лице. Ну, на вот эти места я люблю, конечно, пальцы наносить. Нет. Сначала нужно помаду. Отдай его нанести. Так, мне нужно взять все девочки. Секундочку. И макияж глаз надо сделать какой-то... Какая красота. Розовая такая помада. Не матывая, муссовая. Не видно, наверное, так как я крашу. Ссорь, девочки. Но к ярким помадам, к нанесению всегда ответственно отношусь. Да, она муссовая, девочки. Приятная муссовая помада. Блин, какой летний макияж. Классно получился. Возьму ее с собой. Блин, надо побольше таких пробничков от Avon купить. Так удобно их брать с собой. Классные помады такие громадные. Посмотрите, в путешествии взять вот такую громадную помаду или вот такую. Ладно, если ты пользуешься в основном одной и той же помадой. А если хочешь разнообразие, надо взять и заказать есть там. Можно ли там купить? На них вечно нет номеров никаких. Хотя здесь 74, не знаю, это клопачок или номер. Так, все. Быстренько брови. Какие-нибудь тени на веке. Базу надо только не забыть. При такой жаре оно все быстренько сотрется. Ну как, скатается. У меня века жирная. Поэтому база припудривания это то, что держит тени на веках подольше. И порой вообще так шикарно держится. Ну, за революшность могу говорить. Точно. Революшн держится у меня как прибитый весь день. И так, как будто я вот только накрасилась и вышла. И снова вот так держится тени революшн. Так, сейчас возьму вот эту. И вот на другое время. Девочки, более-менее вот то, что я здоровая, питание у меня. Здоровая. Пытаюсь какой-то режим сделать. Пытаюсь себе сдерживать во всем. Я не могу сказать, что у меня вес ушел прямо. Но тело сдулось немножечко. То есть приобрело другую форму. Это интересно и приятно. Так. Теперь я припудрю века. Припудрю. Так. Подбору тоже. Угу. И теперь складку века немножечко. На данный момент у девочки салтри. Возможно, салтри я полностью накрашусь. Не знаю еще пока. Возьму теплый оттенок. Я вот так размашисто растушую. И вот тут, наверное, брови подниму немножечко. Так. И с другой стороны сделаю то же самое. И тоже приподниму. Так. И что я хочу на подвижное веко? Мне нужно немножечко убрать отсюда. Отсюда тени надо убрать. Светлыми тенями убирай. Так. Чего я хочу? Чего я хочу? Чего просит моя душа? Чего-то яркого или чего-то спокойного? Спокойного. Она просит чего-то спокойного. Возьму розовый кварц из этой палетки. Вот эти тенюхи. И быстренько их нанесу. А потом топером, возможно, что-то сейчас нанесу по краям. Люблю такие оттенки. Можно... Ну, все их любят, потому что можно быстренько нанести макияж и побежать куда надо. Но я же так не могу. Совсем просто. Мне нужно чуть-чуть усложнить. Так. Возьму эмбер. Такой коричневый оттенок. Из палетки. Чуть-чуть во внешнее веко нанесу. Пальцы. Да, девочки, вот офигеть, да, пальцы? Но работает. Всеми проверено, а я просто пользуюсь. Так. Вот, миленько. А на внутренний уголок я нанесу из палетки All About Sunset. Старейшие палетки. Желтый, красивый цвет, который у меня здесь тюнюхи у меня уже начали раскалываться. Вот такая прелесть. Получается очень летний макияж. И может быть даже вот тут вот нанесу немножечко этого желтого. Какой он шикарнейший. Какой он шикарнейший. Эссенс. Перевыпустите эти палетки. Они так прекрасные. Так, девочки, все. Тушь я пойду красить туда. Туда имею в виду. Я имею в виду. Все, я ухожу. Я ухожу. Мне уже нужно выйти. Поэтому тушь можете черную смело представить сами, девочки. 21 минута получила. Всем хорошего дня. И до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok